Вы постоянно себе принадлежите? Раньше, может быть, конечно, да. Если будет какой-то турнир по хоккей, то может за СКА выступить, конечно. Чудеса, терпения. Бывает так, выходишь на поле, ну, выходишь и выходишь на поле. Всем привет! Это проект «Спорта день за днем. Не один дома». Мы сидим на карантине с разными интересными и классными людьми из мира спорта. Сегодня у нас представитель футбольного «Зенита» – это Алексей Суттармин. В общем-то, если судить по этой весне, твердый игрок основного состава. К сожалению, эта весна быстро прервалась, и Алексей, как и все мы, сидит, как весь мир. В общем-то, сидит дома. Алексей, как вам сидиться дома, и откуда вы вообще берете свежий воздух? Конечно, подходит такое ощущение, что, блин, скорее бы все закончилось. Первая неделька еще куда не шло, как бы, блин, нормально. Но сейчас, конечно, хочется, чтобы скорее все закончилось. И именно даже в футбольном плане мы начали тренироваться, да и в жизненном, чтобы люди спокойно себя чувствовали. Вот. А как беру воздух? Ну, конечно же, по необходимой мере мы как-то все равно выезжаем в магазин возле продуктами. Но сейчас это редко уже, конечно, бывает. А так, в целом, хорошо. Дома позволяет у нас есть маленькая терраса, в которой мы можем выйти и подышать воздухом. Так что это вам, хоть, да, в этом такое исключение, что плюс, конечно, есть у нас. А в магазин, когда вы ходите, больше вы отскакиваете от людей, соблюдая социальную дистанцию или от вас? Большинство, так, я думаю, что осознанно уже понимают, что лишние полтора-два метра лучше соблюдать, как бы, ну, я говорю, что осознанно, я думаю, это с двух сторон, так сказать, обоюдное решение соблюдать дистанцию правильно. Вы наверняка, точнее, не наверняка, даже точно совершенно получили определенный план занятий, да, тренерского штаба, потому что, ну, нужно же возвращаться к этой профессии, когда бы это не закончилось. Вы постоянно себе принадлежите в этом процессе? У вас сугубо индивидуальный план или вы как-то коллективно иногда общаетесь, как-то кооперируетесь с партнерами, с тренерами, что-то делаете общее? Всем был роздан план, да, работы, вот, и все его соблюдали, и как раз-таки вот начиная с сегодняшней недели тренерский штаб, да, принял решение проводить, так сказать, видео онлайн-тренировки, что мы сегодня и делали, так что, вот, и думаю, в дальнейшем мы тоже так же будем это все продолжать, конечно, надо поддерживать форму и быть всегда готовым. Вам, наверное, вообще обидно, потому что и на сборах было видно, что вы как-то быстрее всех, что ли, вошли в игровой тонус, и, по-моему, статистика чуть ли после Дзюба не лучше, если вообще не лучше именно на сборах, и потом играть стали. Я думаю, не только для меня, я думаю, вообще для всех нас мы в драфт-последней игре показали хорошую игру, вот, там уверенно выиграли, забили там 7 мячей, вот, и такая пауза. Ну, опять же, я думаю, что, мне кажется, любому футболисту сейчас после определенного, так, времени подготовки, да, кайсболе, довольно-таки все упорно, ты представляешь, ты готовишься, да, к определенному этапу, вот, и тут, отыграв три игры, там, все это прекращается на неопределенный срок, конечно, тяжело. А что ваши зарубки на дереве, как в Робинзона Круза говорят, внутренние, когда все это закончится на вашем? Я, конечно, надеюсь, что как можно раньше, но я думаю, что, поскольку, я думаю, власть у нас, да, приняли меры, вот, пораньше, и я думаю, что, ну, я думаю, что нету недельку, но, может быть, еще одну, как бы, и должно все пойти на спар. Ну, я думаю, что, скорее всего, где-то будет это, ну, начало, может, ну, дай бог, конец апреля, но, скорее всего, начало мая мы начнем уже играть и радовать болельщикам. Министерство спорта, они порекомендовали даже спортсменам давать советы, например, детям, да, которые занимаются серьезно спортом, готовят себя, может быть, даже к профи. Что им посоветовать в ситуации, когда они заперты дома, как им себя мотивировать, потому что детская мотивация и мотивация взрослых, и уж тем более мотивация профи, это не одно и то же. Ну, а мотивация, она всегда одна, есть цель, можно сказать, мечта, да, которой идешь, да, так сказать, полномерно, вот, и надо понимать, что даже те обстоятельства, которые сейчас сложились, это нисколько не должно тебя останавливать к этой цели, да, вот. И я думаю, что сейчас, особенно как развит наш мир, да, и тот же интернет, очень много тех же тренировок, опять же, на ютубе, где очень много можно найти тем, чтобы, что заняться, знаете, дома, так сказать, в домашних условиях. Ну, опять же, мы, как-то мы профессиональные футболисты находим время, да, и, так сказать, и, опять же, и упражнения, и оборудование, что немаловажно для тренировок, вот. Ну, а в юном возрасте, мне кажется, если у тебя есть мяч, там, или, не знаю, там, сколько я себя помню, мне кажется, мама меня до сих пор не просит за все разбитые люстры, и сколько их было дома, так что надо двигаться, и, опять же, там, мяч под рукой, под ногой есть, так что, где пинать, надо радоваться, так что, я думаю, что с этим у них не должно быть проблем. Ну, вот вы часто вспоминали матчи, на которые вы в Москве, большие матчи, больших турниров, на которые вы ходили с отцом, и они стали для вас мотивацией. В детей этого нет сейчас, потому что игр тоже нет, кроме чемпионата Белоруссии. Вы его смотрите? Ну, бывает. Я, если честно, сначала так один раз включил, думаешь, блин, ну, что это, а на второй, на третий уже так скучаешь по футболу и думаешь, ну, да, да, где-то, где-то, может быть, уже интересно, где-то еще, ну, конечно, когда вот так одно время сидишь, думаешь, как много везде футбола, и как, может быть, где-то его даже перебор, и вот так, опять же, сталкиваешься с тем, что сейчас нигде нет, и уже, конечно, скучаешь по большим матчам, да, и вообще по футболу, конечно, в целом. Сейчас уже весь мир сходит с ума, там, англичане смотрят чемпионат Белоруссии, и уже мемы создают, комментируют, я болею за эту команду, я ненавижу этих. Вы себе нашли уже фаворитов? Да нет, ну, фаворитов не то, чтобы, просто есть ребята, опять же, там, знакомые, кто играет, как-то, да, стараешься за них лично переживать, так что, опять же, так, ну, прям, за кого-то, чтобы прям очень сильно болеешь, конечно же, нет. Опять-опять же, есть в таком аридации, кого переживаешь лично, и знаешь, ну, тоже Данила Чалов играет в Питерске, вот, недавно с ним вписывались, да, вот, вчера они все же время проиграли тоже. Заходишь, просто смотришь, где есть наши русские ребята, и, опять же, Андрей Васильев, да, питерский футболист, как раз-таки вот они играли с Неманом в Немане, вот, тоже, и вот так вот наблюдаешь, смотришь, опять же, футбольный мир интересен, и со многими аридастами именно русскими, я думаю, что, даже, ну, лично, я пересекался, даже, в первый вид, так что, где-то фамилия знакомая, где-то именно, ну, где именно лично ты знаешь человека. Сейчас многие, кстати, споров идет, в том числе, там, вот, например, тоже воспитанник Васильев, Зенитовский, он даже обиделся, когда ему сказали, когда на комментарии Константина Генича, который сказал, что это как деревенская свадьба чемпионов Беларуси, и стал говорить, что, ну, в чемпионате России, если середняки играют или аутсайдеры, игры часто бывают не лучше, у вас какое ощущение? Я знаю, я могу, по сути, так, мы играли на сборах, да, и с Истов, через Динамо, Минстон, хорошие боевые команды, которые, ну, так сказать, ищут за счет своих сильных качеств, там, да, где-то от обороны, пытаются достигнуть, да, нужного результата, вот, конечно, где-то, наверное, мастеровить игроков там не так, как у нас в нашем чемпионате, но, опять же, я не считаю, что там, конечно, уровень там ПФЛ, да, но есть команды похуже, есть получше, но я думаю, что, опять же, ну, как бы, ребята неплохие, и, как бы, давали, ну, по крайней мере, на сборах давали бой, и, ну, опять же, что память не изменяет, ну, мы лично, да, Зенит не обыграл ни Истов, ни Динамо, ни Истов. Понятно, что это сборы, конечно, но сам факт, опять. Еще сейчас тренд такой карантинный, типичный, это пересматривать старые матчи. Какой бы матч Зенита с вашим присутствием вы бы, наверное, посоветовали сейчас пересмотреть людям? Ну, первый, конечно же, наверное, мой матч с Рубином, ну, наш матч с Рубином, да, ну, тут и первые голы, и, наверное, первая такая игра более, так сказать, уверенная, эмоциональная, скажем так, то, конечно, сразу на ум приходит эта игра. Ну, я думаю, что можно было бы даже пересмотреть матч с Партаком, но выдержали нафиг и довели игру до победы, так что это тоже хороший матч был. Вы как-то комментировали матч в Академии и сказали после этого, что комментировать сложнее, чем играть. Да, поскольку, чтобы быть хорошим имитацией, должен быть, конечно, очень много, знаете, и о футболе, и о тех людях, которые играют на поле. Это одно дело, когда ты комментируешь известные команды, да, другое дело, когда ты, опять же, ребят из юношки, из юношки, как я на тот момент. Легче, конечно, играть в футбол, наверное, чем микрофон, если вы, если вы, если вы рассказываете. Какие планы пришлось отменять, помимо футбола, связанные с тем, что происходит сейчас? Да, конечно, получается, отпуска летний, вот так такового большого не будет, конечно, хотелось полететь туда, куда-нибудь отдохнуть. Наверное, вот это такой первоначальный план, а прям таких, чтобы какие-то масштабные действия, да нет. Единственное, что, наверное, планировал остаться, может, после игры с СССР дома в Москве, вот. Но, видать, видео хорошо, что все так получилось, а то потом бы и... Не выиграл бы. Да, так бы и остался бы в Москве, да. Но в прошлом году вам пришлось переносить мероприятия даже без пандемии, даже два раза, насколько я понимаю. Ваша нынешняя теперь уже жена, она проявила чудеса терпения и лояльности. А сейчас ходит много шуток на ту тему, что людям будет тяжело сидеть дома целыми месяцами друг с другом. Но самое страшное, что сейчас отменилось очень много свадьб из-за того, что люди просто физически не могут тут провести. То есть вы проскочили еще удачно. Что вы пожелаете людям, которые никак и не дождались своего момента? Ну, опять же, бывают в жизни ситуации, наверное, на которые мы не можем повлиять, так сказать, напрямую, да. Но я думаю, что, опять же, это тот период, который надо пережить и посмотреть на все это с другой стороны, что ты в любом случае женишься, если это твой человек, как бы, и лишнее время провести вместе. Опять же, не только сейчас за свадьбу, а за то, что именно люди сейчас дома. Наоборот, я думаю, что сейчас такой период, что ты больше времени можешь повести с семьей, пообщаться на какие-то темы и вообще, ну, больше, так сказать, ну, вообще семья – это главное. И все время проводить с ней, где ты, возможно, из каких-то своих, из-за какой-то работы, из-за какого-то занятия своей, да, не можешь долго на время уделить. Сейчас как раз и тот момент, которому ты можешь уделить времени семье. Я считаю, что это очень и очень важно. То ли в конце прошлого года, то ли в начале этого, совсем в начале, чтобы никого не пугать, вы были в Италии? Это было в конце прошлого. В конце прошлого, чтобы совсем никого не пугать. Да. Вы там были, где вы именно были, и как вспоминаете сейчас эту страну? Да как, были мы в Милане с супругой, вот, ну, только в Милане, да, и отлично провели время, очень-очень много хороших мест, помимо, опять же, как там все думают, что там Милан – это там шопинг, да, один – нет, это не так, конечно. Вот, очень много хороших мест, и, опять же, тот же капитальный собор, ладно, сейчас мы понимаем, как люди строят там все высотки и все что-то, ну, как люди там в каком-то веке, там, а где такое построить. Голубая рука. Да, 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 и как заходишь вовнутрь, это такая красота, то, конечно, ну, очень-очень такие эмоции, конечно, будоражат, вот, так что очень много достопримечательностей, я говорю, ну, отлично провели время, отлично погуляли, вот, так что сейчас, конечно, лучше туда не ехать, но когда все обойдется, всем советуем посетить этот город, я думаю, не пожалеет. Вы даже пост выложили про живопись, что вас она особо как-то удивила, да, та, которую вы увидели в Италии, а сейчас есть много сервисов, онлайн-сервисов, которые позволяют вообще гулять по картинам галереи мира, ну, естественно, бесплатно все это сделали, и сейчас не хотите повторить поездку в Милан виртуальную, или когда это не видишь живым взглядом, то это не так возбуждает? Как раз таки вот сегодня жена мне напомнила, что, если я не ошибаюсь, даже можно в Лувре, в Лувре даже можно, так что, ну, опять же, если нет возможности, да, и вот, ну, на данный момент, да, то с удовольствием можно посмотреть, конечно, да и нужно посмотреть, я думаю, ну, не факт, что ты, конечно, побываешь живьем, а так, в любом случае, ты посмотришь и уже, уже где-то можешь говорить, что где-то это я видел, может, конечно, говорить, что ты там и был. Когда настанет ваша очередь играть в виртуальный футбол? А тут все, дзюба, 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 вот уже обманули. Раньше, может быть, конечно, да, я поигрывал так. Сейчас, наверное, если брать именно в виртуальные какие-то игры, то больше хоккей. Не знаю почему, так что... Серьезно. Да, вот, да, хоккей, да. Но Артему сейчас довольно-таки все хорошо получается, вот, так что пусть он и продолжает, так сказать. Если будет какой-то турнир по хоккее, то там, только если уровень Зенита нет, может за СКА выступить, конечно. Алексей, попробуем закончить, опять же, на оптимистичной ноте. Вот вы сейчас мы себя подозвереем как следует, сидя дома. Сейчас наш оптимизм, он не закончится, конечно, но внешне мы будем уже по-другому реагировать на жизнь. Но вот вы наверняка дадите себе какое-то обещание. Как только меня выпустят из этой клетки, из домашнего заточения, я на поле сделаю то-то. Вот что вы сделаете? Что у вас есть желание? Вот сейчас что вас мотивирует как можно быстрее, чтобы выйти туда-обратно, вот этот прямоугольник? Раньше, как бывает так, выходишь на поле, ну, выходишь и выходишь на поле. А сейчас ты вот на самом деле понимаешь, насколько тебе просто не хватает там, те же, там, может даже, глупо после тренировки побить поворотом, даже просто вот поводить мяч по полю. Так что мы постараемся как можно выйти скорее на поле и радовать болельщиков нашей игрой и победой. Ну, вот опять же, да, как сказать, все опять же в наших руках и головах, чтобы это все отбить поскорее. А то сейчас тоже смотришь, конечно, то, как люди немного... Вроде вот кто-то серьезно, а то есть кто-то не очень, но опять же, если мы сейчас будем все сидеть по возможности, конечно, дома, вот, то все, все эти наши, так сказать, счастья, да, и прелести нашей жизни, так сказать, мы поскорее вернем, и опять же, вся наша жизнь вернется в прежнее русло, которое будет... Мы все будем сильно радоваться, в том числе, конечно, и футбол. Проект у нас называется «Не один дома». Все теперь знают, что люди действительно не одни. С нами был дома Алексей Сутормин. Да. Спасибо. Спасибо, Иван. Спасибо. До свидания. Пока. Субтитры подогнал «Симон»